Проверить всё самостоятельно. Главная задача для редакторов нашей программы. Мы берём темы для наших проверок откуда угодно. Вот и очередная задача. Разберёмся через мгновение. Знаете, каждый выбирает себе средство передвижения по вкусу. Кто-то гоняет на гоночных спорткарах, кто-то без ума от огромных внедорожников, а есть и такие, кто выбирает вообще не авто, а, например, велосипед или скейтборд. Он любит, знаете, вот на этих рампах такие специальные жёлобы, где скейтбордист разгоняется, прыгает, делает какой-нибудь финт ушами и ногами, и обратно прыгает в жёлоб. Поговаривают, что есть умельцы, которые и на автомобиле готовы выехать на импровизированную типа рампу и сделать вот такой прыжок на своих четырёх колёсах в стиле скейтборда. Но что-то мне в это не верится. Хотя вот в интернете есть ролик. Пожалуйста, вот смотрим ролик. Давайте проверим, кстати, правда это или нет. Сегодня в программе «Галилео» очередные испытания. Мы проверим на прочность продукцию отечественного автопрома, а заодно ролик из интернета, который просмотрели уже полмиллиона человек. Машина разгоняется и въезжает на гору, затем взлетает, разворачивается на 180 градусов и, как ни в чём не бывало, скатывается обратно. Кстати, нечто подобное умеют делать скейтбордисты. Такой трюк они называют «фронт-сайд-эйр». Словосочетание «фронт-сайд» — «лицевая сторона» — говорит о направлении прыжка, а словом «эйр» — «воздух» — обозначают все движения, при которых доска отрывается от трамплина. Скейтеры называют его «рампа». Однако даже на скейтборде не так-то просто преодолеть земное притяжение. На пике прыжка спортсмен заставляет скейтборд изменить траекторию. Для этого нужно перенести вес тела в сторону противоположную движению. Одновременно парень придерживает скейт рукой. Неужели этот метод универсален и сработает даже в случае с автомобилем? Сейчас разберёмся. По нашим дорогам колесят миллионы машин, выращенных на Тольяттинской Ниве. И только один из её владельцев решился доказать — отечественные авто способны удивлять. На экране монитора сходство трюков кажется очевидным. Но это вовсе не означает, что управлять автомобилем в воздухе так же легко. Чтобы проверить на подлинность ролик из интернета, нужно снять такой же. Попробуем сделать это на территории глиняного карьера. Здесь есть практически готовый полигон. Команда каскадёров одобрила наш выбор. Опыту этих ребят можно позавидовать. На их счету трюки для многих известных фильмов. Парни посмотрели видео и пришли к выводу, что им предстоят тяжёлые испытания. В ходе экстремального заезда может произойти всё, что угодно. Для съёмок возьмём российский внедорожник — копию того, что в ролике. Прежде всего, автомобиль нужно переоборудовать. Мастерам предстоит удалить из салона всё лишнее. Например, кресло. Желающих проехать автостопом по экстремальной трассе мы вряд ли найдём. К тому же сиденья первыми воспламенятся при возможной аварии. Чтобы обеспечить безопасность водителя, нам также понадобится защитная рама. Такие используют на автогонках. Мощные трубы не дадут автомобилю смяться в случае неудачного манёвра. Ведь если он приземлится на крышу, его ждёт участь ненужной консервной банки. А наш ветеран к подобным ситуациям не готов. У трамплина на видео уклон около 45 градусов. Он повторяет по форме скейтерскую рампу. Значит, здесь нам необходимо найти такой же. Ведь чтобы убедиться, что ролик – это не плод монтажа, а трюк, исполненный в реальности, нужно воссоздать условия как можно точнее. Как же хочется доказать. Напыщенный баварец русскому вездеходу не то что не товарищ, даже не конкурент. Вот только заправим машину. Можно ли на ней развить скорость, которая позволит каскадёру совершить на автомобиле прыжок, как на скейте? Если разгон окажется на троечку, поднять машину в воздух не удастся. Предчувствия нас не обманули. Сто метровки для разгона оказалось слишком мало. Однако наши парни так легко не сдаются. Попробуем увеличить дистанцию. Вторая попытка. На этот раз каскадёр стартует со 120 метров. И снова недалёк. Да уж, нашему смельчаку о прыжке даже и мечтать не приходится. Автомобиль не дотягивает даже до края трамплина. Выходит, нельзя доверять этому видео из интернета. Для того, чтобы в этом окончательно убедиться, парни намерены устроить разбор полётов и проверить ещё одну догадку. Что если дело в неподходящем покрытии трассы? Как говорится, танки грязи не боятся, но могут в ней завязнуть. На подъёме машина начинает буксовать в рыхлом грунте и от этого теряет скорость. Водитель решил сравнить запись своего заезда с роликом из сети. Несмотря на плохое качество видео, всё же заметно, что шины того автомобиля почти не проваливаются в грунт. А значит, его трасса была более жёсткой, чем наша. Пожалуй, пора пустить в ход тяжёлую артиллерию. Бульдозер весом в 50 тонн утрамбует поверхность склона так, чтобы автогонщик смог разогнаться в полную силу. Для особой прочности мы укрепили трамплин дополнительным слоем щебня. Обновлённая трасса становится всё больше похожей на скейтерскую рампу. Разбег, прыжок и перелёт. Автомобиль снова повёл себя совсем не так, как его близнец на видео. Он буквально вывалился за край трамплина. Водитель жутко расстроен. Казалось бы, мы повторили видео из интернета во всех деталях. Но злополучный трюк у каскадёра так и не получился. Значит, наши испытания можно считать завершёнными. Не тут-то было. Каскадёры явно не спешат покидать место съёмок. Что они задумали на этот раз? Парни считают, что ситуацию можно исправить, если подъём на вершину трамплина станет ещё более крутым. В таком случае машина под действием силы тяжести устремится вниз, а не вперёд. Если гонщик сумеет удержать авто в пределах рампы, его шансы сделать трюк значительно увеличатся. Водитель жмёт на газ. Что же, сейчас или никогда? И автомобиль выполняет целую серию трюков. Правда, вовсе не таких, на которые мы рассчитывали. Неужели наш смельчак опять сделал что-то не так? Вовсе нет. Признаем очевидное. Это монтаж. Обман выдают уши, а точнее зеркала авто. На подъезде они маленькие. Здесь совсем другой формы и размер. Скорее всего, весь полёт нарисован на компьютере. Реальная машина на гору даже не заезжала. Это видео не любительская съёмка, а высококлассный монтаж. Смотрите, здесь они снова небольшие. Но есть и хорошая новость. Всё же ветеран российских дорог не ударил в грязь лицом. И пусть машина не способна на супервиражи, зато она по-прежнему с удовольствием довезёт своего владельца на дачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова